Может, я чего-то не догоняю, но, на мой взгляд, это чистая геополитика. А геополитика – это значит понты. Как вот старший брат о младшем этом придурке заботится? В общем-то, желание чисто бандитское. Да, заметьте, пока я все эти сценарии расписываю, я вообще не говорю о таком факторе, как белорусский народ. Остановить, я боюсь, это можно только одним способом, а именно не пустить Лукашенко в Москву. В красное с белыми детальками я нарядился, значит, речь у нас пойдет о Беларуси. Точнее так, о Беларуси и России, о Лукашенко и Путине. Ну, вы знаете, что в самом начале белорусской драмы Россия некоторое время как бы еще строила обиженную рожицу по поводу арестованных Лукашенко и каких-то там российских наемников и поигрывала в нейтралитет. Таким образом освещались и события в Беларуси по государственным телеканалам, где, в общем-то, они старались поддерживать некоторый баланс и говорили там, да, вот насилие, да, вот как же так, надо как-то поспокойнее и так далее. Но потом, потом очень быстро была дана отмашка в фас, и пропагандисты быстро определились, у какого берега плавают. Вот. И, соответственно, Путин сам взял четко курс на поддержку Лукашенко. И, ну, спрашивается, в чем тут интерес. Интерес, естественно, в том, чтобы Беларусь просто-напросто к России присоединить. То есть сделать то, что в свое время, в 1938 году фашистская Германия сделала с Австрией, называется это аншлюз. По-русски говоря, поглощение большой рыбой, маленькой рыбешки. Значит, зачем это нужно Путину? Надо сказать, что, на мой взгляд, может, я чего-то не догоняю, но, на мой взгляд, это чистая геополитика. А геополитика – это значит понты. Потому что ни политической, ни экономической выгоды, в общем-то, от этого поглощения Россия не имеет. По поводу экономики тут даже и говорить нечего. То есть, если Россия прихватывает Беларусь, это означает, что надо сейчас будет в нее вливать огромное количество денег, инвестиций, то да сё. Ну, в общем-то, масса. Масса всевозможных экстренных, непредвиденных, незапланированных трат. Но денег у России еще, по-видимому, довольно много, поскольку на бедных российских граждан из Фонда национального благосостояния во время вируса деньги Путин не тратит, не поддерживает бедных, нищающих россиян. А вот в Беларусь, как раз, может, из этого самого Фонда он энное количество миллиардов и вкатит. Так что, с экономической точки зрения, бессмысленная совершенно штука, с политической точки зрения, ну, опять же, Беларусь – это не Крым. Я не думаю, что у российского народа возникнет какая-то безумная эйфория по поводу того, что мы проглотили Беларусь. Беларусь наш. Нет, в общем-то, как бы нет тут никаких таких сантиментов особых по этому поводу. А что касается до мирового сообщества, то, естественно, это будет всеми воспринято крайне негативное, репутационные потери огромные. И, в общем-то, с политической точки зрения, это будет катастрофа, а не победа. То есть основная, может, даже и единственная причина того, чтобы хапнуть Беларусь – это вот какие-то, ну, то, что я назвал словом «понты» или «амбиции», или какой-то вот этот великодержавный имперский бред Владимира Путина, который хочет каким-то образом реставрировать не то Советский Союз, не то Российскую империю. Причем совершенно понятно, что у него это не получится, потому что нет ни Украины, ни Казахстана, ни кучи других мест, но вот хочется. Хочется ему, тем не менее, значит, что-то такое оттяпать. В общем-то, желание чисто бандитское. На мой взгляд, никаких, скажем, гуманитарных, благородных помыслов я тут не вижу в упор. Потому что, и все это прекрасно знают, во-первых, русских в Беларуси мало, во-вторых, никто их не притесняет, все прекрасно говорят, кто на русском языке, кто на белорусском, и подавляющее большинство белорусов, судя по социологическим опросам, в том числе и очень недавним, совершенно не хотят сливаться в экстазе с Российской Федерацией. А я думаю, что сейчас таких белорусов еще меньше. Вряд ли там они найдут хоть 1% населения в Беларуси, который хотел бы, чтобы Путин их проглотил. Как технически это будет делаться? Ну, тут, естественно, возможны разные, самые разные сценарии. На мой взгляд, идеальный для Путина сценарий, который исключает силовое воздействие, интервенцию вежливых человечков и прочее. Ну, то есть, если и будут вежливые человечки, на самом деле их будет не так много в ключевых местах. Думаю, что сценарий такой. Скоро, совсем скоро, то есть уже буквально на днях, Лукашенко должен прилететь в Москву. Прилетает он в Москву. Точнее, не то, что прилетает, а приползает на брюхе в Москву, потому что в Беларуси ему уже, в общем-то, делать нечего. Народ его не поддерживает. Так вот, приползает он на брюхе в Москву, и вместе с Володей Путиным, значит, они подписывают целый ряд унизительных и кабальных договоров о союзном государстве, о том, о сём. Будут там, естественно, и какие-то ложки мёда в этой бочке дёгтя, там, типа, реструктуризации финансового долга, прощения каких-то цен на нефть или что-нибудь в таком духе, чтобы сказать, как вот старший брат о младшем этом придурке заботится. И в результате этого, в общем-то, де юре Беларусь становится явным таким вассалом или частью, или как там это будет называться, аппендиксом Российской Федерации. После этого, что будет с Лукашенко, не вполне понятно. Думаю, что, скорее всего, он в Москве и останется. Дадут ему какую-то должность, не знаю, там, совбез, совмин, там, какая-нибудь там ещё дурацкая должность. Вот, останется он в Москве, потому что в Беларуси ему явно уже делать нечего. Белорусский народ его ненавидит. А после того, как он подпишет эти бумажки, возненавидит ещё пуще прежнего, хотя, казалось бы, куда уж хуже. Вместо Лукашенко, может быть, не сразу, но довольно быстро, посадят другого человека. Пройдут там ещё какие-то такие очковтирательские процедуры, типа конституционная реформа, может быть, там даже какие-то выборы, не знаю, до какой степени свободные. В результате, естественно, всё равно Лукашенко отстраняется, но его нафиг, сажается новый президент, лояльный Путину. Кто это будет, естественно, большой вопрос. То есть могут быть разные люди. Это может быть кто-то из старой белорусской элиты, скажем, бывший премьер Румас. Но мне кажется, что это будет для того, чтобы народ успокоить, для того, чтобы как бы не дать протесту снова возбухнуть. Думаю, что это будет кто-то из нынешних оппонентов Лукашенко. Да, заметьте, вот пока я вот все эти сценарии расписываю, я вообще не говорю о таком факторе, как белорусский народ. Потому что тут на самом деле очень важно то, как белорусский народ к этому отнесётся, к этой сдаче России и так далее. Вот это другой вопрос. Значит, я говорю об идеальном сценарии для Путина. Значит, сажается путинский человек. На мой взгляд, это вполне может быть Виктор Бабарыка, который, как известно, очень тесно связан с Газпромом. По слухам, довольно тесно связан и с Лубянкой, то есть с ФСБ. Вы спросите, а чего это Бабарык это? Он же оппозиционер, стойкий борец, в тюрьме сидит уже давно. Ну, в общем, как вы понимаете, мы тут имеем дело с подполковником спецслужб, а у спецслужб принято проводить всякие операции и прикрытия. Я помню, когда великого поэта Иосифа Бродского засадили и сослали за тунеядство, подруга его старшая менторша Анна Ахматова произнесла отличную фразу «Какую биографию нашему рыжему делают?» Вот в данном случае я не исключаю, не могу сказать, что это все сто процентов и так далее, но я совершенно не исключаю того, что делают сейчас Виктору Бабарыка такую вот героическую биографию в застенках Жодина или Окрестина. Соответственно, естественно, новый президент будет лучше Лукашенко. То есть любой был бы лучше Лукашенко. И расчет на то, что белорусский народ как бы это дело схавает. И в этом случае, в общем, все будет как бы неплохо. Беларусь станет верным вассалом Российской Федерации, то есть украинская история не повторится, власть будет как бы вполне благосклонна к народу, начнутся какие-то наверняка экономические реформы и все такое прочее. Думаю, что этот сценарий представляется весьма благоприятным, в то же время весьма реалистичным. Что может помешать осуществлению этого сценария? Как я уже сказал, только одно, а именно воля народа Беларуси. А народ Беларуси, он себя уже проявил как очень волевой, в высшей степени волевой, хотя и очень мягкий. Вот что решит белорусский народ в данном случае, я, честно говоря, не знаю. Очень может быть, что будет раскол. То есть очень многие решат, ну, лучше типа синица в руках, чем журавель в небе. То есть пусть будет хоть там путинский ставленник, но более либеральный уже, не такой фашист, как Лукашенко, человек как бы прагматичный, технократичный, экономически разумный и так далее. И, в общем-то, в каком-то смысле да. Можно считать, что в тактическом отношении для Беларуси это будет небольшая, но победа. В стратегическом плане, думаю, что это будет поражение, причем поражение разгромное. Почему? Потому что это будет означать твердую привязку к России, это будет означать goodbye, не Америка, а goodbye Европа. И, более того, если вот все эти документы будут подписаны и будут уже реально действовать, то высвободиться из этих медвежьих объятий Российской Федерации, конкретно российского режима под управлением Владимира Путина, будет очень сложно. То есть, если сейчас там такое более или менее шаткое, какое-то полуабстрактное союзное государство, то я думаю, что вот те бумажки, которые Лукашенко подмахнет скоро в Москве, там уже будет все намного жестче. И там, на самом деле, для того, чтобы в дальнейшем, в стратегическом будущем Беларусь все-таки как-то сбежала, откололась от Российской Федерации, усилий понадобится гораздо больше. И тут уже у России будут как бы более весомые, основательные причины для того, чтобы, например, ввести в Беларусь войска. Более того, я почти уверен, что вот в этих бумажках, которые Лукашенко Путин пододвинет для подписи, там почти наверняка будут пункты о том, что Россия размещает в Беларуси свои военные базы. А тут уже все довольно-таки грустно. И тут прекрасному свободолюбимому и смелому белорусскому народу для того, чтобы отвязаться от России, уже одних цветов явно будет мало. Ну или останется надеяться на то, что режим в самой России обрушится, и Россия станет нормальной страной, и откажется от всех тех подлых соглашений, которые гадский Лукашенко подпишет в сентябре 2020 года. Как можно остановить этот процесс? Как можно остановить этот хитрый путинский сценарий? И, в общем-то, остановить, я боюсь, это можно только одним способом, а именно не пустить Лукашенко в Москву. То есть схватить и повязать Лукашенко до того, как его рука потянется к ручке и подмахнет кабальные договоры Беларуси с Россией. Как это сделать, ребята, я не знаю, вам видней. Но боюсь, что другого выхода просто-напросто не имеется. Извините, извините, если навел вас на какие-то печальные мысли. Но ситуация на самом деле драматичная. Имейте это в виду. Спасибо из своей хижины, дядя Тёма. Пока. Живей Беларусь! Вы победите. Ура! И мы тоже. Вы смотрите АРУ ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова